Это видео у нас приглашен доктор наук, Айварс Гилуцис, и речь пойдет о радиации в Латвии. Продолжу вас представить самому. Меня зовут Айварс Гилуцис, я доктор геологических наук. Работаю в сфере геологии и безопасности среды. Моя работа заключается в консультативных и методических услугах различным компаниям. И в том числе я занимаюсь такими проблемами, как оценка риска, облучение от радонов. И какое-то время назад занимался квартироручными работами, в ходе которых излучался гаммафон на территории Латвии, специфика его распространения и замесенность геологических условий. Эта работа выполнялась в рамках геохимического отделения, которое проводила геологическая служба Латвии вперед с 97-го по 2002-й год. Получены новые результаты с высокой плотностью, с довольно высокой достоверностью. Мы примерно знаем, как у нас обменяется гаммафон на территории нашей страны. Мы способны оценить естественные колебания фона и в нашем случае необходимости, опираясь на эти данные, мы можем уже говорить в случае необходимости о каком-либо пререшении. Это, по нашим условиям, уже довольно старая работа. Она была выполнена, закончена в 2002-м году. Результаты опубликованы, отражены в различных отчетах и опубликованы в различных изданиях. В последние годы многие из наших компаний, в том числе и наши, занимались оценкой риска роддома на здоровье людей. И мы пытались выяснить основные закономерности распределения концентрации роддома в зависимости от геологических условий, в зависимости от вида строений. И примерно пытались определить средние концентрации роддома в жилых помещениях и их колебаниях. Одну такую работу наша компания заказала в Министерство среды. Это была опытная экспериментальная работа, в результате которой были проведены замеры роддома в подпочвенном воздухе, в различных геологических условиях, в различных типах строений, в жилых и рабочих, в атмосфере этих жилых и рабочих помещений. Главный плюс этой работы в том, что это опытная методическая работа. На данном этапе мы уже имеем представление, как нужно мерить, что нужно мерить, как можно организовать эту работу, и, что самое главное, как можно выполнить требования Европейской комиссии по этому виду исследований. На данном этапе мы провели работу по требованиям опытных экспериментальных участков. Каждый участок, как я говорил, был оценен с точки зрения геологических рисков, замеренной концентрацией роддом в различных средах и определенные средние колебания. Мы не получили каких-либо высоких аномальных результатов, но, по крайней мере, мы теперь знаем, что мы можем ожидать, и мы можем оценить те риски, которые могут быть получены в ходе планомерных картировочных работ. Насколько я понимаю, планомерные картировочные работы должны начаться уже в этом году. В данном случае эти работы будет организовывать так же само наше Министерство охраны среды регионального развития. Если плотность наблюдений будет довольно высокая, одна точка на ячейку 10 на 10, возможно. В результате чего мы должны будем получить четкое понимание роддомной ситуации на территории Латвии. И мы четко сможем сказать, как люди подвергаются этому риску или не подвергаются. У нас есть биологические предпосылки к повышенному содержанию работ того региона. Например, территория Павломар-Пиласов, где на глубине 70-60 метров еще в советские времена были даже оценены запасы уранового среди Лазарьера. У нас есть предпосылки по результатам работ наших соседей. В Южной Эстонии в моряных отложениях зафиксированы очень большие содержания роддома в подпочвенном воздухе. Но это все геология, геогенный фактор. Самое главное на самом деле то, где обитают люди. Какие концентрации роддома в помещениях, где они работают и живут. И как раз последующие массовые наблюдения, которые должны потребованием Европейского Союза быть выполнены на нашей территории, покажут именно эти реальные систематические результаты. На данный момент мы только знаем, что такая проблема может быть. У нас нет систематизации этих данных. У нас есть отдельные наблюдения, которые поменялись разными компаниями, разными исполнителями, с разными методиками. Мы не можем четко определить распространение риска роддома в обороне. Я надеюсь, что в ближайшее время мы зимеем установить эту проблему и сказать четко, где, как, и какие степени, какие страны будут. Проблема роддома уже довольно долго слышится. Но когда же будут эти ответы? Вы сказали, через год или два? Я уверен, что работа начнется в этом году. Но, как любая картировочная работа, это требует время и значительных ресурсов. Полагаю, какие-то предварительные результаты уже будут в этом году. Но так же само уверен, что потребуется значительное время на обработку таких результатов. Конечно. И какое-то время на создание таких материалов, которые будут доступны и, понятно, широкой общественности. Не могу сказать, когда это будет. Но считаю, что два-три года и результаты должны быть широко показаны. Так, чтобы мы могли четко говорить, страшно мы роддом или не страшно. И сколько научных работников Вы думаете в этот проект, в этом проекте будут инновированы? Я полагаю, что Центр защиты от радиации, радио-оздоровщий БОС-центр, сумеет справиться с выполнением вот такой работы. У них есть достаточно ресурсов, я думаю, возможно, ошибаюсь. Но я знаю, что эта компания, эта организация может выполнить такую работу на высоком уровне. Угу. Ну, удачи. И еще хотелось спросить вас о двух точках, которые у нас тут в Латвии, такие более-менее популярны, известны. Балдмана и Сауспелс, да? Там, вроде, есть возможности каких-то загрязнений, но так вот они, как это. Сточные воды. Да. Я понимаю, Вы, наверное, имеете в виду хромающие ядерные отходы, которые находятся возле Балдмана, и законсервированный реактор, который находится в Сауспелсе. Существующие работы и исследования, которые проведены на территории хранилища возле Балдмана, показывают, что мы не подвержены на данный момент каким-либо опасным дозам облучения в связи с работой этого хранилища. Мы находили и не констатированы какие-либо аномальные повышения различных видов облучения в воде, в грунте и в воздухе. Все эти данные, разумеется, общественно доступны, и можно видеть, кто и в какой период проводил такие наблюдения. Хочу заметить, что последние 10 лет на территории Рудвинской Республики значительно в лучшую сторону изменилась система контроля качества проведения таких работ. Как правило, это всегда аккредитированные лаборатории, в которых проходят необходимые интеркалибрации. Это сертифицированные инструменты качества и соответствия работы, которых нужно доказать исполнителям перед заказчиком, что само по себе не такая мелкая задача. В общем, по существующим видам исследования и мониторинговых наблюдений не обнаружено на данный момент каких-либо утечек вокруг хранилища Балтына. Я понимаю ваш вопрос по поводу законсервированного реактора в Саусперселл, там, где произошла эта утечка радиоактивной жительства. Но хотелось бы заметить, утечка произошла в рамках системы хранения. Я не слышал о том, чтобы какие-либо проявления этой утечки констатировались за пределами этой системы хранения. Сейчас проводятся соответствующие работы по модернизации мониторинговой сети с учетом даже таких рисков, вернее уже фактов, с которыми мы столкнулись. Уверен, что это повысит уровень общественного спокойствия. Но пока что, пока что прецедентов для волнений я не вижу. Фактов у нас на данный момент нет. А кто же замен в колокол? Что это была за тревога? Почему вообще это появилось тогда в таком масштабе в прессе? Ну, пресса всегда падкая для таких сенсационных событий. А почему это появилось в прессе? Наверное, в принципе, благодаря системе той открытости, которая иногда, к сожалению, фигурирована в различных отраслях нашего хозяйства и работы. Произошла утечка. Ну что ж, люди должны знать об этой утечке. Ну, наверное, не совсем правильно... Сформулировано, да? Не то чтобы сформулировано, но правильно показано населению и общественности суть проблемы. Я полагаю, нужно было людей просветить также и по поводу, ну, скажем, технологических особенностей таких хранилищ. Если это просочилось в прессу и люди начали волноваться или просто задумываться на эту тему, их нужно образовывать, а не понимать. Надо подробно рассмотреть вопрос там. А как это внутренне? Что же там произошло? Просочилось? Я не специалист по таким системам хранения соответствующих материалов, но я знаю, что одно из емкостей, насколько я понимаю, я могу ошибиться, но из нержавеющей стали, дало какую-то небольшую течь и этот радиоактивный материал вытек во второе бетонное хранилище. Я не знаю, сколько там слоев, по-моему, извините, слоев это не совсем правильное определение, сколько уровней, два или три. Ну, то есть из первого вытек во второй. На данный момент это, по-моему, все. Ну, наверное, там трудно тоже измерить, как там... Ну, насколько я понимаю... ...пад этими уровнями дело состоит. Или есть у вас такие технические возможности? Простите, я не компетент в этом плане, но полагаю, что если есть какое-то пространство загрязненное радиоактивными продуктами, технических возможностей на данный этап существует очень много и они все очень доставляют. Да. И, значит, эта фирма, которая Радоном занимается, это государственное заведение или приватное, которое будет делать это исследование? Эти исследования, которые проводились до сих пор по опытно-экспериментальным участкам, это была частная компания, в которой эту опытно-методическую работу заказала государственная структура. На основании полученных этих методических результатов дальше уже будет проводиться картировочная программа. Как она будет проводиться, решать головному заказчику. На данный момент я просто представляю, что основные возможности у нас должны быть сконцентрированы именно в государственных предприятиях, в государственных структурах. У них лучше техническое обеспечение, у них больше операционных возможностей для проведения таких работ. Если головный заказчик в лице нашего министерства посчитает, что нужна какая-то помощь со стороны частных структур компаний, в таком случае я полагаю, что все специалисты будут очень рады участвовать в такой работе, которая далеко не так часто проводится. И последствия радонового излучения уже хорошо изучены, не так ли? Да, это действительно хорошо изучено. Последние, можно сказать, 30 лет это является предметом углубленного изучения. В том числе и разработаны основные нормативные требования по определению опасных уровней и системные действия при определении таких опасных уровней. Это регулируется как местным законодательством, так и на уровне Европы. Последние директивы, я не могу вспомнить номера этих директив, определяют несколько степеней риска и различные степени ответственности как собственника, так и государственных институций, в зависимости от концентрации по типам действий. Другими словами, что нужно делать, если обнаружено могу? Угу. И действительно что-то будет сделано? Как вам кажется? Вы уже просмотрели методику этого плана? Разумеется. Да, конечно. Этот отчет опытно-экспериментальный, отчет по опытно-экспериментальным работам, он также сам общественно доступен. Там указаны основные шаги и основные рекомендации, которые должны быть выполнены, чтобы в итоге выполнить требования Европейской комиссии. И о чем же мы говорим? Это просто переселение людей или... Я очень надеюсь, что до этого не дойдет, потому что у нас с точки зрения геологических особенностей нет предпосылок для таких больших рисков. Но, возможно-возможно, у нас появятся какие-то территории, локальные или более широкие, где риски будут в той степени значимы, когда нужно применять какие-то меры защиты от повышенных содержаний родов. Разумеется, ответственность по таким действиям должной должности как собственники, так и государства. Изменение нормативной и законодательной базы, например, в условиях охваты, разумеется, возможно только после получения планомерных, систематически достоверных результатов. Сейчас у нас есть нормативный акт технологий, нормам радиационной безопасности, которые определяют, что и как нужно делать, и которые делают в случае, если показаны повышенные, высокие и очень высокие концентрации. Что же вы ожидаете от этих работ? Что изменится в реальном мире? На самом деле, все очень просто. Повышение качества жизни. Если мы можем контролировать какие-либо факторы риска, значит, повышается наше здоровье, живем дольше, работаем дольше, больше платим налогов. Да. И это модель, которая оценивает эти риски. Вы видели, как она соответствует эпидемиологическим результатам? Вы доверяете ей? Что это за модель? Я не совсем понимаю, какую модель. Например, мы говорим о том, что будут оценены риски радона, да? Значит, есть какая-то модель? Моделирование рисков в этой системе, да? Оценивается. Эквивалентные дозы, которые мы получаем от конкретного вида излучения, эти виды излучения воздействуют на наши органы. Это оценено в количественном виде. И оценены также риски тех или иных последствий в случае, если, например, эти концентрации радона больше. Например, курильщики рискуют значительно больше, чем простые жить, не курящие люди, которые живут в одинаковых условиях с одинаково повышенными содержаниями органов. Не помню номер нормативных актов, которые это определяют, но все дозы четко расписаны, и все в целом оформлено в документальном языке. Ну, насколько я помню, так радон, он может почти любое заболевание произвести в какой-то мере, потому что он на иммунитет тоже влияет, да? Не медик, я не могу ответить, к сожалению. Для меня это очень сложные вопросы, и я не могу дать конкретных ответов. Хочу рассказать только такую ситуацию, что когда мы проводили замеры в доме, где живет медик, этот медик нас спросил, как влияет это на кровяной ландшафт, кровяной ландшафт, не знаю точно. Ну, я... Анализы крови? Ну да, на состояние крови, да. Я не мог ничего ответить. Наверное, по этим вопросам вам лучше как-то обратиться. Например, в больнице Страдани есть отделение профессиональных заболеваний, и это отделение занимается в том числе и такими проблемами, как проблемные облучения. Они четко могут ответить, в каких концентрациях, что на что влияют. Да. И если мы хотим немножко больше тут, как Европейская комиссия рисков радиации, узнать о таких, о ситуации радиоактивных, ну, хорошо, не как это? Радиоактивных осадков. Радиоактивных осадков. Где бы вы нам посоветовали, куда бы нам податься? В первую очередь в Центр защиты от радиации, наверное, правда, радиация от рощи госцентр. Они обязаны собирать вообще все существующие наблюдения, в том числе и мониторинговые, а также эти наблюдения, результаты наблюдения представляет Центр геологии, метеорологии, святые геологии. Они собирают данные с мониторинговых постов, обрабатывают соответствующим образом, вместе со специалистами из Центра радиации, и эти данные у нас доступны. Если не ошибаюсь, у нас с сайте ЛВГМЦ можно как раз получить все необходимые данные по этим видам наблюдений. ЛВГМЦ.ЛВ, да? Ну, да. Еще хочу добавить, что, помимо всего прочего, все наши соседи вокруг обладают такими возможностями, и фактически все наши соседи вокруг публикуют все эти результаты, которые они получают в ходе непрерывного мониторингового наблюдения. И Россия, и Литва, и Белоруссия, и Швеция в том числе. Ну, это не является какой-либо закрытой информацией. Люди, стоит проявить немножко желание полазить по интернету, все все прекрасно могут найти. Да, очень удобно сейчас. И кроме того, они могут не только найти на текущий период, почти у всех присутствует возможность обобщения за какой-либо большой период. Например, если не ошибаюсь, на сайте нашей агентуры, длинное название «Метеорология, среда и геология», там можно все это просто скачать в виде таблицы за указанный период. И такое длинное название в интернете, да? Элбогринция. Элбогринция, да. Точка Элбогринция. Да. Но еще есть ситуация с морем, да, что море довольно у нас загрязненное тоже радиоактивными субстанциями. И это мониторинг ведет «Хелком.фи», да? Вы знаете еще, кто в Латвии тут занимается морем и водяными ресурсами их? Задача работы агентуры, геологии, среды и метеорологии входит в том числе и наблюдение за качеством поверхностных водоемов. Все эти требования прописаны в соответствующих нормативных актах и какие мониторинговые работы выполняются у нас каждый год. Я не могу прокомментировать, какие виды изотопов определяются, например, в акваторе из залива и в морских акваторах. Не уделяю этому внимания. Но полагаю, что в отчетах агентуры это тоже можно найти. Да, наверняка. Большое спасибо вам за просмотр этой сферы. И удачи вам с проектами. Спасибо. Большое спасибо, что вы пришли. До следующей встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok